Девушки отдыхают Уже четыре поколения Ой, с печальными результатами Вашу кислятину пить невозможно Поэтому мне, а не ему Вы должны продать Бельгард Как должностное лицо Я действую от имени княжества А Бельгард сейчас Собственность княжеской казны Главный казначей Высказал личное пожелание Чтобы Бельгард попал в руки Ответственного собственника А говорят у вас обоих большие неприятности Ваших собственных владениях И пока вы с ними не управитесь О продаже Бельгарда И речи быть не может Ну и что? Доволен теперь? Все из-за тебя Из-за меня? Да ты с ума сошла, девушка Люди, слушайте Объявляю, что Матильда де Верментино Проклятая психопатка На проклятую она не похожа Но она очень разозлилась И должно быть ей здорово насолил А ты откуда знаешь? Ты большой знаток женских душ? Укротитель строптивых? Более того, я ценитель Ну тогда, вижу, мы договоримся Слушай, а вот эти мечи Ты их для парада носишь? Или и махать ими умеешь? Это мое орудие труда Я ведьмак Ты работы случайная не ищешь? Видишь ли, я хочу купить винодельню Бельгард А эта крыса канцелярская Ее не продает Пока у меня в коронате неприятности Смотря какие неприятности В общем, там все не здорово В посадках завелись какие-то чудища Мой управляющий пропал вместе с целым транспортом вина Кто-то похитил травницу Порядочное несчастье на одну винодельню Знаешь, что я думаю? Я думаю, это все Матильда Ее рок дело Личико у нее сладенькое А нрав, как у дьяволицы Так что, поможешь мне? Если буду рядом, попробую заглянуть Но ничего не обещаю Конечно А я больше ему не прошу Моя винодельня к востоку отсюда Ты точно не заблудишься А теперь прости, надо поговорить с писакой Может, еще что из него выжму Ты ведьмак, правда? Я слышала, как ты разговаривал с этим болваном Лемом Кошмарный тип Такие вот хуже всего Дерзкий взор Морда, как у эльфского полубога А сердце подлое, черное Ааа, неважно Как уж складывается, что я тоже хочу купить Бельгард А в моей винодельне, Верментино В последнее время дела, прямо скажем, не очень Какое стечение обстоятельств Да какое там стечение Я уверена, это Лиам решил подложить мне свинью И не одну У меня кузнец и бондарь странным образом исчезли На делянке завелись какие-то кровожадные растения Которые людей жрут На павлине им таку тоже неспокойно И дело в том, что если я не управлюсь со всеми неприятностями в Верментино Никаких шансов выкупить Бельгард у меня не будет А потому давай ты поможешь сперва мне, а потом уже и Лему Я заплачу в два раза больше него Я помогу тебе, хотя бы попробую Чудесно Ты не представляешь, как это для меня важно Моя винодельня к западу отсюда А я пока здесь побуду Надо проследить, чтобы Лиам не выкинул какой-нибудь номер у меня за плечами Ясно, будь здорова Ты была права, неприятности в Верментино возникли не сами Их кто-то подстроил Так уж прям кто-то Это все Лиам сделал О, вот уж нет Я себя обижать не позволю Минуточку А есть какие-то доказательства того, кто именно стоит за бедами в Верментино? Нет Так значит, их надо получить? При столь важном обвинении одних слов мало? Верно Я вернусь, когда узнаю что-то определенное Это винодельня, Бельгард Чем она так ценна? Хм, сразу видно, что вы не отсюда Бельгард принадлежал графу Криспи Тому, который пал жертвой бестий А Криспи, как человек состоятельный со связями, превратил ее в цветущий рай Привез редкие сорта винограда, нанял лучших работников Коротко говоря, чтобы не утомлять вас излишними деталями Объедини Бельгард еще с одной винодельней И получишь готовый рецепт успеха на рынке Прощайте Криспи 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не дайте ему уйти! Всячко! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...